Британская империя стала первой сверхдержавой в полном понимании этого слова и долго оставалась в одиночестве, пока ее звезда не зашла и ее место не заняли США. Собственно говоря, никаких других вариантов больше и не было, и, на мой взгляд, Савок напрасно записали в сверхдержавы. Наверное, сила инерции. Ни Савок, ни Российская империя не подходили для такого определения. В самом деле, за что Савок называли сверхдержавой? Первое, что приходит в голову – наличие огромного ядерного арсенала. Но ведь сейчас уже у целого ряда стран имеется столько боеголовок, что хватит для всей Земли, но их никто сверхдержавами не называет. Тем более, что давно известно, что ядерное оружие имеет максимальную ценность в режиме обладания, но никак не в режиме применения. Это специфическая вещь, и как только его кто-то применит, может начаться цепная реакция применения его оппонентами и теми, кто его копил для применения, но не решался. В итоге, не будет ни ядерного оружия, ни их обладателей. Возможно, такой статус Савку дали за его противостояние штатам. Но это уже сильно смахивает на старинное «опять хочу в Париж». О, ты уже была в Париже? Нет, но уже хотела. Так и здесь дали определение сверхдержавы, потому что Москва загрызалась с настоящей сверхдержавой. Понятно, что габариты страны тут вряд ли могут играть какую-то роль, поскольку большая часть Савка была не заселена и вообще непригодна для жизни. Сейчас, читая различных военных экспертов, часто приходится сталкиваться с рассуждениями о том, что Китай стремится стать сверхдержавой и потому строит авианосцы. В общем, если одни считают, что ядерное оружие – признак сверхдержавы, то другие таким признаком считают авианосцы, чем насовсем вычеркивают претендентов, у которых либо нет выхода к морю, либо он ограничен географическими особенностями расположения страны. На самом деле сверхдержавой можно считать страну, которая готова поддерживать установленный ею мировой порядок. В случае с Британской империей, над которой никак не могло зайти солнце, это вполне справедливо, хоть непосредственное влияние империи было сосредоточено на мировом океане и на местностях, не слишком удаленных от его побережья. Как только англичане далеко уходили вглубь континента, так у них случались проблемы, будь то Афганистан или США. Тем не менее, британская корона довольно уверенно держалась на земном шаре, и она вполне могла придавить своим весом любого оппонента. Кстати, в те времена империя российская была на побегушках у Британской, и натурой отрабатывала давние долги. Натурой – это значит солдатами, которые в отсутствии большой сухопутной армии у Британии выполняли роль пушечного мяса, которое направлялось в нужное место, например, на борьбу с Наполеоном. А если это животное, которое в Москве любят называть медведем, начинало шалить, то ему быстренько поясняли, кто в доме хозяин, и косолапое животное снова убиралось в свою берлогу, сложенную из балалаек. Крымская война – яркий тому пример, а когда стали подрастать новые бойцы, то Британия уже просто стояла в сторонке и наблюдала за тем, как японцы в хлам разносят расшалившееся животное. Но если кто-то всерьез поставил себе задачу поддерживать глобальный порядок, то он должен располагать силами и средствами для того, чтобы его отстоять в случае чего. Причем не просто отстоять, а сделать таким образом, чтобы потенциальные оппоненты даже не заметили какого-то перенапряжения отстаивающей стороны. То есть, применяя старую пацанячью терминологию, сверхдержава может показать любому оппоненту, что легко с ним справится одной левой. А этого можно было достичь только одним способом – громить противника не всеми своими силами, а лишь их частью и, возможно, не самой большой. То, что прямо сейчас она работает одной левой, можно установить только экспериментальным путем. Но некоторые считают, что если сверхдержава ввязалась в драку, то можно предположить, что она уже задействовала все свои военные ресурсы для одержания победы. И если вовремя ударить по ней с другой стороны, то она этого не выдержит. В общем-то, в таких рассуждениях есть резон. Однако, если из этого направления дается не просто достойный, но сокрушительный ответ, и все происходит в совершенно различных точках мира, то тут уже можно говорить о сверхдержаве. Британская империя стала первой страной, в которой на уровне доктрины была заложена возможность одновременного ведения двух крупных военных компаний на двух удаленных театрах военных действий, и долгое время Британия была вполне способна на это. Как ни удивительно, но ближе всего, хоть и со многими оговорками, к этой роли приближалась Германия. Она долго и упорно вела войны на два фронта или на двух различных театрах военных действий. Но ни в первой, ни во второй мировых войнах не добилась успеха, так и не сумев перейти в высшую лигу. А вот США во второй мировой войне сделали заявку на такой статус, и с честью подтвердили свою готовность перехватить статус у Великобритании. Неудивительно, что и доктрина о способности ведения сразу двух крупных военных компаний на удаленных друг от друга театрах военных действий перекочевала к американским военным. И действительно, она была формализована и даже был составлен список необходимого, что обязано присутствовать в составе вооруженных сил. Причем перечень в себя не включает силы и средства, необходимые для обороны, собственно, США. Вот как он выглядит. 50 бригадных боевых команд, 400 кораблей с 624 боевыми самолетами, 1200 боевых самолетов ВВС США, истребители и ударные машины, 36 морских батальонов. Так вот, американский неправительственный фонд Heritage Foundation, работающий в области исследований вопросов обороноспособности США, отмечает, что по состоянию на начало 2020 года США не дотягивают до указанных выше и некоторых других параметров, которые необходимы для ведения успешных боевых действий на двух удаленных ТВД одновременно. Безусловно, вооруженные силы США могут успешно вести одну крупную военную кампанию на любом удаленном театре военных действий. Но вот уже на второй ТВД сил и средств хватит лишь на конфликт меньшей интенсивности. Две одинаково крупные драки сейчас не потянут даже США. Хотя есть и положительные тенденции. Американские вооруженные силы нарастили свои возможности за последний год и повысили свои показатели до общего уровня выше среднего. Сейчас постепенно преодолевается упадок, пережитый войсками в конце нулевых – начале десятых годов, и постепенно выравнивается положение в авиации и на флоте. Лучше дело обстоит в сухопутных войсках и совсем хорошо в области ядерных вооружений. Тем не менее, даже сегодняшние штаты пока не вполне соответствуют возможностям сверхдержавы. Ни Китай, ни РФ на это не способны, и в ближайшее время это не изменится. Так что они пока даже не претендуют на титул сверхдержавы, а совок просто никогда ею не был, хоть и очень хотел, как та барышня из анекдота про Париж. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok